здравствуйте дорогие друзья дорогие участники хотели бы начать наш семинар по подготовке наш вебинар по подготовке к полуфинальному соревнованию олимпиады по авиастроению и сегодня с нами как в целом и всегда мои коллеги кирилл коваленко начальник отдела нирс московского авиационного института и илья константинов старший преподаватель кафедры 101 меня зовут александр и я бы хотел бы начать нашу презентацию по вебинару и рассказать о некоторых правилах которые следует вам учесть когда вы подойдете к выполнению заданий которые произойдут буквально совсем скоро может пожалуйста следующий итак давайте про организационную часть полуфинального состязания у вас вам дается один шанс пройти полуфинальный вариант заданий 14 с полуночи в ночь 14 февраля до 17 февраля 23 59 по московскому времени пожалуйста учитывайте временной фактор именно московский часовой пояс потому что я знаю что среди наших слушателей есть множество участников из различных регионов российской федерации которые живут в других часовых поясах пожалуйста не обманите ни себя не не нас поэтому учтите вот вот эти временные лаги на все вам дается 180 минут чтобы вы прорешали пять задач каждый по 20 баллов это практика ориентированные задачи которые были составлены в кооперации с нашими партнерскими организациями это и объединенная строительная корпорация это и кронштадт и и другие дочерние корпорации еще раз да вы можете приступить к выполнению варианта только один раз в назначенный период с 14 февраля по 17 февраля включительно и даже в случае если вы например в 23 часа 17 февраля зайдете отсчет времени 180 минут он начнется именно в этот момент так так что вы можете зайти даже вот в уходящие минуты 17 февраля и ваше время пойдет и вы сможете завершить свое задание безусловно этого не хотелось бы поэтому так или иначе будьте в тайминге если коллеги если вам есть что добавить вот по этому слайду мне кажется я позна сполна рассказал да здесь опять задач полуфинала каждый по 20 баллов вам необходимо будет написать дано решение и ответ формате ну вы знаете там например в школах или в высшей школе мы все с вами проходили курсы например то есть самые фундаментальной химии или физики когда вам необходимо дать самое максимально возможное полное раскрытие решения задачи поэтому здесь в этом случае как например как егэ по математике лишних слов не бывает постарайтесь описать процедуру получения вашего ответа максимально подробно включая дано решение и ответ писать необходимо будет на листах формата а4 который вы впоследствии сканируете отправляете нам ну и соответственно так как вы решаете это все и пропишите от руки мы ждем от вас красивый и понятный почерк в случае если ваши задачи или решения прописаны не явно и не четко может быть из-за вашего почерка может быть из-за качества в фотографии или скан копии которые вы сняли с вашего решения в общем не читаемый текст не принимается к решению и соответственно вы лишаете себе возможности получить максимальное количество баб основные темы заданий полуфинальных то есть среди пяти задач которые могут вам выпасть в момент решения полуфинального состязания здесь примерно 10 тем самолета самолет строение вертолета строение гидрогазодинамика аэрогидромеханика динамика полета и управления летательными аппаратами конструкции и прочность летательных аппаратов испытания двигателя и энергетические установки и надежность традиционных систем но можно сказать что вот сегодняшнем авиастроении все вот эти темы задач они являются достаточно профильными описывают всю всю систему весь комплекс под названием летательные аппараты поэтому здесь и конечно будет решение всех пяти задач позволит определить экспертной комиссии вашу широту знаний в области авиастралии из допускаемых предметов к решению которые вам помогут решить эти задачи это как в целом и на едином государственном экзамене непрограммированный калькулятор ручка карандаш линейка ластик и транспортер ну в общем как и стандартные например экзамены в университете здесь не допускается не помощь интернет не помощи сети экспертов в общем ну все все как в настоящей жизни но здесь хотел бы уже к содержательной части именно полуфинального состязания хотел бы передать слово своему коллеге или константинову который расскажет вам чуть более подробно о тех правилах и тех помощников которые могут вам служить в при написании полуфинального состязания спасибо большое уважаемые участники добрый день уже традиционно мы вам даем несколько слайдов с теми формулами или иными физическими личинами и законами которые по нашему мнению вполне в состоянии помочь вам при выполнении тех заданий которые у вас будут здесь на этом слайде вы можете видеть некоторые некоторые формулы из динамики полета и управления летательными аппаратами конечно же это коэффициент подъемной силы горизонтального полета базовая формула признаться честно наверное с нее начинается почти любая задача из области динамики полета ее точно необходимо знать для уверенного решения задач нашего полуфинального тура также вы можете здесь видеть две остальные формулы которые очень часто и широко используются в конструкторском деле а именно это время временное сопротивление он же предел предел прочности и условный предел текучести пожалуйста уважаемые участники разберитесь какие бывают еще различные сигмы в каких они на ситуациях используются как они как как и в какой момент расчетов их нужно применять и каких может быть иных формулах они также могут быть использованы потому что конечно отрасль авиастроения наша олимпиада уже традиционно может состоять из задач связанных так или иначе с проектированием и конструированием летательных аппаратов и вот такой вот набор формул точно вам будет не лишним к изучению также с какой-то вероятностью вас могут ждать задачи междисциплинарного характера такие задачи в которых недостаточно будет определить только какие то может быть вопрос связанные с конструированием и проектированием а может быть их придется завязать какими-то иными знаниями сферы может быть аэродинамики динамики полета может быть учитывая специфику системы управления данным летательным аппаратом и так далее также здесь вы можете видеть еще три формулы которые которые с высокой долей вероятности могут вам помочь на что мы вам советуем обратить какое-то дополнительное ваше внимание конечно первая формула также из также из раздела знаний по динамике полета и управления летательными аппаратами а конкретно это угловая скорость вращения самолета и ее связь с перегрузкой летательного аппарата очень тоже такая базовая фундаментальная формула которая широко используется при расчете различных характеристик задач которые мы делаем также хочется ваше внимание обратить опять же на условия прочности на срез как мы знаем много авиационных конструкций много элементов них работают на различные виды нагружений один из них конечно это условия среза которое крайне важно и необходимо понимать ну и я думаю для большинства из вас уже сильно известное уравнение бриге здесь вы также можете видеть его на слайде на этом я наверное заканчиваю такой очень короткий экскурс в некоторые справочные теоретические материалы которые по нашему мнению способны помочь при выполнении задач полуфинального тура я Алексеевич разрешите я добавлю помимо вот в случае если вы чувствуете неуверенность да и вот вы изучили вот так сказать такие подсказки от вас и Алексеевич да подсказки но при этом вы хотите еще глубже подготовиться к полуфинальному состязанию то в спецификации к полуфиналу вы сможете найти всю полезную литературу которая в соответствии с которой были приготовлены задания она вам поможет также ну хотя бы вспомнить какие-то формулы может быть вспомнить какие-то разделы там из той же самой аэродинамики понять систем просмотреть задачи различные которые решаются в тех или иных темах возьму слово дальше я а по поводу критериев оценки целом кто участвовал в том году плюс-минус уже знакомы с нашей системой выполняя каждое задание у вас есть четыре критерия они последовательно связаны между собой и выполнение их совокупности дальше мы разберем какое именно дает вам максимальный либо средний балл а первый критерий кратко записать необходимые условия задачи записать все положение теории физические законы закономерности и все необходимые рисунки относящиеся к условию данной задачи то есть расписать базовые условия это первый критерий второй критерий описать все вводимые в решении буквы на обозначение физических величин с пояснениями описать физические величины встречающихся в задачах, то есть дать нам понять, что помимо того, что вы все расписали, все эти формулы, что вы в целом понимаете вообще, о чем идет речь. Это второй критерий. Третий критерий. Проведены все необходимые темнические преобразования, допускаются пояснения на их проведение. Это очень мы приветствуем, чтобы было понятно, тем более, если у кого-то бывает почерк не самый лучший, где-то может быть что-то не очень понятно в самих вычислениях, но если есть пояснения, что вы здесь считаете, это как бы поможет проверяющему члену комиссии понять, что же там было у вас написано. И приведены расчеты, приводящие к правильному числовому ответу. И четвертый критерий. Представлен правильный ответ в общем виде и в численном значении с указанием лица измерения искомой величины. Собственно, чтобы получить максимальные 20 баллов за какую-то из задач, вам необходимо полностью удовлетворять всем четырем категориям, критериям. Если у вас отсутствует четвертый критерий, то есть нет правильного ответа, но в процессе проверки видно, что вы были близки к ответу, но, возможно, допустили какую-то арифметическую где-то ошибку, да, где-то что-то немножко забыли, но у вас ход решения уже как бы прописан в большей части своей. То есть критерий номер три у вас частично выполнен и немножко не хватило, чтобы дойти до правильного ответа. Это получается 10 баллов, то есть половина от максимального. Ну и если у вас, собственно, толком не проведен ход решения, даже не завершенный, а даже если у вас полностью выполнен критерий один и два, к сожалению, без третьего и четвертого критерия это ноль баллов. Также сделаю такое замечание, и в спецификации у нас тоже об этом сказано, некоторые задачи могут вам попасться, где в самой задаче требуется найти несколько величин, не одну, а, например, там, две или три. В таком случае максимальный балл за задачу не может меняться, он также остается 20, просто мы делим максимальный балл на то количество величин, которое необходимо найти, и применяем эту же целую общую схему, просто пропорционально разделив балл между тремя этими частями. То есть если нам нужно найти две величины, тогда максимальный балл за каждую составляет 10, а средний балл будет по 5. В сумме максимум можно заработать также те же 20 баллов. Вот, если у нас там будет вдруг три величины, и появляются дробные значения, а по правилам Олимпиады мы можем итогово использовать только целочисленные значения баллов, то мы будем округлять в большую сторону, а если, коллеги, у меня поправитесь неправ, не по арифметике, а мы в любом случае. В любом случае, да. В любом случае, даже если у вас получается там 5 целых и 6... Одна сотая? Одна сотая, да. То мы вам поставим 6 баллов. Да, то здесь мы в любом случае идем вам навстречу, и даже если хоть как-то малейшая доля баллов будет... Ну, как бы по правилам арифметики мы должны были округлить бы в меньшую, мы все равно дадим вам больший балл, и 13 целых там одна десятая все равно станет для вас 14 баллами. Вот. В целом, я думаю, наверное, все понятно здесь. Если что, вы можете также задавать вопросы в чате. Я бы вот здесь хотел бы уточнить, то, что вы видите сейчас в выполнении всех критериев. Понятно, это максимальный балл, а также в выполнении первых двух полностью, третьего частично, не выполнение четвертого, это не всегда будет строго 10 баллов. То есть здесь скорее речь идет о каких-то максимальных баллах, которые вы можете получить, но в зависимости от того, как далеко вы в итоге остановились от итогового ответа, сколько вам необходимо сделать шагов, это может быть и 9 баллов, это может быть и 8 баллов и так далее. Но если в целом четвертый критерий у нас не удовлетворен, а в целом третий достаточно полный, то больше 10 не получится. Да, но это может быть и 1, и 2, и 3. То есть не больше 10, но может быть меньше. Да, то есть здесь в таблице речь идет именно о максимальных баллах, которые вы можете получить. В целом, мы готовы ответить на наши вопросы, пишите их в чатике, всех, по идее, должна быть такая возможность. Пока вы пишете, параллельно еще пару моментов, которые уже были сказаны, на всякий случай уточню, потому что возникает критический вопрос у участников Олимпиады, поэтому, думаю, не лишним будет еще раз повторить. Про спецификации мы пару раз рассказали, они уже есть на сайте Олимпиады, в разделе направлений, там, кажется, если не ошибаюсь, есть подраздел полуфинал, и в авиастроении можете посмотреть, спецификации уже загружены, там прописаны все эти критерии, прописана литература, о которой мы говорили, и в целом общее положение, как мы оцениваем, как мы готовимся к полуфиналу, они там все зафиксированы. Вот, и еще раз вернусь, наверное, на наш второй слайд. В 14 февраля полночь у нас начинается полуфинал, у вас есть четверо суток, получается, 14, 15, 16 и 17 февраля, и 180 минут они могут вылезать за эти рамки, главное, чтобы вы в этот интервал именно нажали кнопку начать и приступили к выполнению заданий. Даже если в 23.50, 17 февраля по московскому времени вы приступите, все равно вам будут даны те самые 180 минут. Они как бы не зависят от того, когда вы начали, главное, чтобы вы начали в этот интервал, но, конечно, как уже было сказано, лучше не затягивать, потому что могут быть какие-то проблемы с интернетом, или технически, и вот в эти последние пару минут можно, к сожалению, не успеть. Поэтому приступайте заранее, у вас есть один выходной день, который попадает в данный интервал, надеюсь, он тоже это вам поможет, максимально полно выполнить все задания. Вот. Так, вопросов пока нет. Есть ли у нас что-то, что мы хотели бы, может быть, добавить еще к тому, что есть? А вот есть вопрос, сейчас давайте прочитаем. Прочитаю, Екатерина Лебедева спрашивает. Добрый день, вы сказали, что при частичном выполнении третьего критерия максимум 10 баллов. Работает ли это же правило для максимально 20? То есть можно ли каким-то образом получить от 10 до 20 баллов? Не считаю ситуацию, когда баллы делятся 300 неизвестных перемен. Я отвечу, наверное, да? Мой слайд был. Ну, я, в принципе, старался на этот вопрос предварительно, предвосхищая уже ответить. Еще раз вернемся на этот слайд. Так, смотрите, если у вас не выполнен критерий номер 4, а вы получаете 10 баллов максимум. То есть даже если вот у нас здесь на рисуночке, на слайде К3, видите, желтым обозначено, если даже у вас К3 будет зеленым, то есть вы полностью все написали, но по какой-то причине у вас ответ неправильный получился, ну, то вы, может быть, на последнем этапе неправильно посчитали. То есть все правильно, но в итоге ответ неправильно. То есть все равно вы получаете 10 баллов. То есть как бы интервалы между 10 и 20 у нас нет, но между нулем и 10 есть. Вот здесь уже могут быть какие-то у нас вариации. В зависимости от того, насколько полно выполнен или не полно третий пункт. Поэтому если вы в целом дошли до конца и всю задачу посчитали, обязательно перепроверьте, если у вас есть время, а потому что просто, да, какой-то ошибкой, опечаткой, неправильным ответом вы можете себе целый 10 баллов потерять. Так, на первый вопрос мы отметили. Ждем еще несколько минут. Возможно, будут какие-то вопросы. Либо мы что-то упустили, либо, может быть, какие-то еще. Давайте просто на всякий случай пройдусь по... Здесь у нас были даты и структура оформления решения. В целом это всем понятно. Те, кто участвовали в прошлых годах, понимают. Кстати, вот мы не проговорили вслух. Ответ без предоставления решения, то есть, грубо говоря, дано и просто записать ответ. Это не подходит. Да, если у вас, получается, выполнены критерии 1, 2 и 4, и 4, и код третьего, просто нет решения, просто ответ. Нет, да, к сожалению, такой вариант... Вы получаете 0 баллов. Да, потому что третий критерий, он очень важный и ключевой. Поэтому, но решить его, выполнить третий критерий, не выполнить первый, второй, как бы странно, поэтому это как бы все в совокупности рассматривается. Вот, и пустые ответы, так не пустые, может быть, даже правильные, но без решения, мы не оцениваем так же, как и варианты, где реально нечитабельно, такие у нас иногда бывают. Так, ну, здесь в целом, наверное, все проговорили по формулам, я думаю, тоже. И презентация, ну, весь наш вебинар, он будет в течение там завтра-послезавтра выложен на сайте Олимпиады, так что вы тоже можете еще раз это все просмотреть. Если вопросов нет, мы тогда попросим вас, если вам несложно, пройти небольшой опросик по тому, как прошел наш вебинар. Его можно отсканировать и через QR-код, который вы видите на экране, либо я вот в чат отправил ссылку для тех, кто может из телефонов, и они могут отсканировать. Вот, мы вам желаем удачи, если у вас будут возникать вопросы, есть почта наша, где можете стать какие-то, ну, я думаю, несодержательные, какие-то организационные моменты, технические стуки будут возникать. Вот, у вас нечего добавить. Тогда мы вам желаем всем удачи, спасибо большое, что были с нами, надеемся многих из вас увидеть в финале. Спасибо, всем пока. Всего доброго.